Почему сегодня Петя просыпался 10 раз? Потому что он сегодня поступает в первый класс. Богдан – один из самых маленьких участников. Несмотря на это, его артистизм и выразительность речи поразили жюри и зрители. Он представил стихотворение «Агния Барто» о школе и неспроста. В этом году тематика конкурса выбрана согласно Году наставничества и педагога. Соответственно, все произведения у нас посвящены либо учителям, либо воспитателям этой тематики. Причем из года в год мастерство и уровень подготовки растет. В этот раз многие ребята не только выучили стихи, но и придумали костюмы. Буквально вжились в роль. Члены жюри отметили, что такой навык обязательно пригодится им в жизни. Каждый, кто выходит выступать перед публикой, получает огромное раскрепощение и большое развитие. Вообще, кстати, потом в любой сфере своей жизни, потому что это, ну как минимум, выход из зоны комфорта. Ну, дети очаровательные. Они надевают костюмы, бабочки, платья, но очень красиво. Выбрать из таких талантов лучших было непросто. Но жюри это удалось. Победители муниципального этапа будут защищать наш округ среди участников из других регионов Московской области. Хочется отметить, что два года до этого мы отправляли победителей. Из шести человек у нас пять призеров было. Да, Одинцовский округ занимал. В прошлом году из семи человек шесть человек. У нас победители, обладатели гран-при. То есть, в принципе, Одинцовский округ мы представляем на областном конкурсе достойно. А для этого главное справиться с волнением и прочитать произведение с удовольствием, уверяют опытные участники.